Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10-й, 11-й класс. Это на сеанс задания 245. Основанием пирамиды является прямоугольник. Тогда запишем. S, A, B, C, D – это пирамида. A, A, B, C, D – ее основание. Прямоугольник. Диагональ которого равна 8 см, а C – 8 см. Плоскости двух боковых грани перпендикулярны к плоскости основания, а две другие боковые грани образуются основанием угол 30 и 45 градусов. В нашем случае такими перпендикулярными к основанию плоскостями не могут быть противоположные плоскости, потому что тогда они будут просто параллельными плоскостями, а значит, они не будут пересекаться, то есть тогда где будет находиться вершина пирамиды. Значит, это могут быть только соседние боковые грани. Тогда давайте изобразим пирамиду вот таким образом и запишем, что плоскость S, A, B перпендикулярна A, B, C и плоскость S, A, D перпендикулярна A, B, C плоскости основания. А две другие грани, ну, например, грани S, D, C образуются плоскостью основания угол в 30 градусов, ну, две плоскости образуют двугранный угол, назовем его так, S, D, C – это ребро, и D, C, A – это вторая грань. Вот этот угол равен 30 градусов, а двугранный угол грани S, B, C, S, B, C, значит, двугранный угол S, B, C, A, вот он равен 45 градусов. И нам нужно найти площадь поверхности пирамиды, то есть полную площадь поверхности пирамиды. Она состоит из площади основания, площади прямоугольника, и площади четырёх её боковых граней. Начнём с того, что по условию S, A, B перпендикулярна A, B, C и S, A, D перпендикулярна A, B, C и эти две плоскости, S, A, B и S, A, D пересекаются по прямой S, A. Тогда отсюда следует, что прямая S, A перпендикулярна плоскости основания, плоскости A, B, C. Но тогда, если S, A – это перпендикуляр, то S, D – это наклонная плоскости A, B, C, а A, D – её проекция. Прямая D, C перпендикулярна A, D, поскольку это соседние стороны прямоугольника, все углы прямоугольника. Но прямая D, C проходит через основание наклона S, D и перпендикулярна её проекции. Следовательно, по теореме о трёх перпендикулярах D, C перпендикулярна и S, D, а следовательно, мы имеем два перпендикуляра S, D и A, D в плоскостях двугранного угла S, D, C, A. Следовательно, угол S, D, A, угол между этими перпендикулярами и есть линейный угол двугранного угла S, D, C, A, а значит, он равен 30 градусам. Также отсюда следует, давайте ещё запишем, из того, что D, C перпендикулярна S, D, следует, что треугольник S, D, C прямоугольный. Нам же потребуется искать его площадь. Аналогично, если мы рассмотрим B, C, B, C перпендикулярна A, B, это тоже смежные стороны прямоугольника, но так как S, B – это проекция на A, B, C, вернее, S, B – это наклонная, а A, B – это её проекция на A, B, то по теореме о трёх перпендикулярах из того, что B, C перпендикулярна проекции, B, C перпендикулярна и самой наклонной S, B. Тогда отсюда следует, что S, B и A, B – два перпендикуляра, проведенные в двух гранях двугранного угла с ребром B, C, следовательно, угол S, B, A является линейным углом двугранного угла S, B, C, A, и он равен 45 градусам. А также отсюда следует, ну, B, C перпендикулярна S, B, что треугольник S, B, C прямоугольный. И здесь тоже прямоугольный. Теперь давайте проведём эту диагональ А, C и давайте обозначим. Пусть сторона прямоугольника А, B – это А, а сторона В, C – это B. Давайте на чертеже. Вот это А, а вот это B. Получается треугольник А, B, C прямоугольный. Давайте запишем. Из прямоугольного треугольника А, B, C мы имеем А в квадрате плюс B в квадрате равно А, C в квадрате. Другими словами, А в квадрате плюс B в квадрате равно А, C – это 8, 64. Теперь рассмотрим прямоугольный треугольник S, A, B. В этом треугольнике угол S, B, A равен 45 градусам. Тогда из этого следует... Ну, давайте запишем угол S, B, A – 45 градусов. Тогда отсюда следует, что этот прямоугольный треугольник является равнобедренным, потому что второй острый угол тоже 45 градусов, а это значит, что S, A равно А, B и равно А. Дальше. Из прямоугольного треугольника S, A, D, S, A, D. Его угол S, D, A, угол S, D, A равен 30 градусам. Тогда катет, лежащий напротив этого угла А, это S, A. S, A равен половине гипотенузы, гипотенузы S, D. Тогда отсюда S, D будет равно 2 S, A или 2 A, S, D. А, D, A, D – это B. Таким образом, мы можем составить уравнение такое. Значит, S, A в квадрате плюс A, D в квадрате равно S, D в квадрате. Получаем S, A – это A, A в квадрате, плюс A, D – это B, B в квадрате, равно S, D в квадрате, это 2 A, это 4 A в квадрате. Отсюда B в квадрате равно 4 A в квадрате минус A в квадрате. B в квадрате равно 3 A в квадрате. Значит, B равно A корней из 3. А теперь подставим полученное равенство вот сюда. Подставим его, получим. А квадрат плюс B в квадрате. B в квадрате – это А квадрат умножить на 3 равно 64. Тогда 4 A в квадрате равно 64. Отсюда A в квадрате равно 16. Отсюда А равно 4, а В равно 4 корня из 3 А вот теперь мы приступим к определению площадей всех боковых граней и основания Четвертое. Площадь основания А, В, С, Д равна А на В Значит равна 4 умножить на 4 корня из 3 16 корням из 3 квадратных сантиметров Пятое. Площадь треугольника С, А, Д будет равна 1, 2 произведения С, А на А, Д Это получается 1, 2 С, А это А, и А, Д это В Получается 1, 2 на 4, на 4 корня из 3 Получаем 8 корней из 3 квадратных сантиметров Пятое, шестое Площадь треугольника С, А, Д равна половине произведения С, А на А, Д это будет 1, 2 А на А А это 4, 1, 2 на 4 умножить на 4, это будет просто 8 квадратных сантиметров Седьмое. Площадь треугольника С, Д, С Площадь треугольника С, Д, С, он тоже прямоугольный, мы это показали, равна половине произведения С, Д на Д, С Одна вторая С, Д у нас равно 2 А Значит, на 2 А, А, Д, С это тоже А Таким образом, это будет равно А в квадрате, это будет 16 квадратных сантиметров И последний треугольник С, площадь треугольника С, Д, С будет равна Ну, у него гипотенуза С, С, А, катет С, Б Давайте найдем катет С, Б Вот здесь напишем, ну, давайте напишем, что его площадь равна С, Б На Б, С Ну, Б, С это Б А, С, Б Из треугольника С, А, Б С, А, Б Мы найдем С, Б Будет равно Это гипотенуза, значит, равна сумме квадратов катетов Корень квадратный из катет А, Б в квадрате Плюс С, А в квадрате Так, тогда это будет равно, ну, А корней из 2 Потому что А, Б и С, А это А квадрат Значит, А корней из 2 Тогда это будет равно 1, 2 А корней из 2 умножить на Б, С на Б 1, 2 умножить на 4 корня из 2 на 4 корня из 3 Это получается 8 корней из 3 квадратных сантиметров И вот теперь все это нам нужно сложить Площадь полной поверхности будет равна Площадь основания 16 корней из 3 Плюс 8 корней из 3 Плюс 8 плюс 16 Плюс 8 корней из 3 Так 8 корней из 6 Вот здесь вот мы ошиблись Вот здесь корень из 6 Потому что корень из 2 на корень из 3 Плюс 8 корней из 6 Так, 1, 2, 3, 4, 5 Мы сложили все 5 грани Теперь получим 16 корней из 3 и 8 корней из 3 24 корня из 3 8 из 16 24 И 8 корней из 6 Ну, можем еще вынести за скупку общий множитель восьмерку Получим 3 корня из 3 Плюс 3 Плюс корень из 6 Вот это из сантиметров квадратных Вот это и есть площадь поверхности пирамиды Задание выполнено И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте Спасибо